очнулся жалкий хорошо а то мы думали ты сдох совсем придется отнимать другого ну ну не обижайтесь это я не к вам обращаюсь а просто цитирую первые слова липкого которые вы услышите в подише или ходов запустив игру вангеры продолжаем нашу ретро одиссею сегодня у нас на дворе лето 1998 года именно тогда вышла игра вангеры а слышите вы лёшу халецкого всем привет не забывайте в комментариях оставлять ваши прогнозы о каких играх я расскажу дальше и еще напомню что у меня есть плейлист ретро игр ссылка на него появляется в верхнем правом углу свертись с ним и имейте ввиду что о многих играх я уже рассказывал и повторяться не буду вообще вангеры это пожалуй первая культовая российская игра культовая это значит что вокруг нее сложилось сплоченное сообщество фанатов причем до сих пор люди обмениваются мнениями играют хотя прошло уже почти 19 лет с момента выхода и это все не случайно потому что вангеры настолько необычны настолько оригинальны что вот за эти 19 лет не вышло ничего даже отдаленно похожее на мир этой игры возможно вы можете сказать но как же следующие проекты кд-лаб те же самогонки или периметр события которых проходят все в том же мире униванга да они используют мифологию вангеров но разработчики из кд-лаб постарались сделать эти игры уникальными со своей особой механикой и другой атмосферы а вангеры ну что такое вангеры их очень сложно описать простыми словами и в одно предложение если уж упрощать совсем то это гонки на самом деле это гонки но очень особенно нет давайте я лучше начну с того где происходит все действие существует цепь миров которые связаны между собой порталами и постепенно вы узнаете что люди эти миры исследовали связывали их такими проходами между собой внезапно наткнулись на инопланетян криспо которые были чем-то таким насекомым инсектоидным сообществом произошла война катаклизм и в итоге люди и эти насекомые смешались породив странных существ а тысячи и тысячи года эволюции создала в общем-то вот вангеров за которых мы и играем субсуществ длился тысячу лет сотни и миллионы умерли сотни и миллионы мутировали потомки криспо забыли о том что когда-то подчинялись коллективному разуму матери семьи потомки софти забыли что когда-то были людьми и после вот этого безумного хаоса супа существ возникает хрупкий порядок потомки софти и криспо живут в биосах где переживают только о двух вещах своем потомстве и нахождении своей куклы вангеры колесят от убежища к убежищу ищут кукол для своих хозяев криспо пока те пытаются продлить свой рот в общем казалось бы бред сумасшедшего и вряд ли вы что-то поняли из того что я сейчас сказал но вот это все создает свою особую атмосферу в общем вы появляетесь на первой планете в астрале где есть как бы две базы они называются в игре эскеевы одной базы руководит советник липкий вообще на всех базах сидят советники другой базы руководит советник палец на самом деле они единое целое соединены единым стручком но не хочу я в это все вдаваться то опять вы запутаетесь и собственно цель игры заключается в том что вы должны кое-что привести из одной базы в другую на каждой планете есть определенные циклы можно это назвать порой года на фастрале это жирогон элирекция и чавка как вы понимаете название тоже офигенные вот самое главное это элирекция ритуальная гонка в инкубаторе появляется элик и вы должны отвести его в подиш инкубатор это один эскейв то есть база подиш это другой эскейв и не просто отвести то есть безопасно чтобы вас не убили по дороге чтобы у вас этот элик не выпал а желательно одним из первых если вообще первым то вы расположение или подов то бишь пальцы липкого повысите до небес кроме того вы можете выполнять табутаски советников ну собственно квесты они не всегда попадаются но их выполнение опять же повышает к вам расположение советников выполняя задание вы через некоторое время получите ключ на другую планету второй обитаемый мир на который вы попадаете называется глоркс с этого момента вы можете с глорксонов астрал и обратно путешествовать тут уже страшнее во первых вас могут сразу сделать рабом все отобрать выдать самый плохой мехас мехас это машинки на которых вы катаетесь понятно что вы тут опять же зарабатываете деньги можете покупать оружие улучшать свои мехасы убивать других вангеров и получать с этого определенную славу и то что они везли у себя в трюме в трюме но поначалу вы конечно будете скорее убегать от других вангеров такой вы слабенький глоркс уже населяют не или поды а бибураты и эскеевов там не два а три в вигбу сидит советник буравчик в лампасах советник гиря и в огороде обурец и опять же тут есть деление на циклы а так как глоркс это такой бюрократический мир то и цикла называется соответственно первый цикл бюро заседает другое выборы неприкаянных и третий цикл героизм во время выбора неприкаянных обурец выпускает жабли которые разбрасывают по миру пипетки и в этот момент начинается пип-шоу тоже один из ритуалов а во время героизма из пипеток прорачиваются кусты и дают плоды ядробусы и начинается ритуал ядерная война эти ядробусы надо будет собрать в общем сумасшествие абсолютное но опять же все заключается в гонке вы должны первым это все собрать и отвезти куда-то и вот вся играет такие гонки на выживание то есть вы можете стрелять убивать что-то вести куда-то что-то собирать и продвинувшись по карьерной лестнице на глорксе вы попадете в третий мир на некрас там обитают циксы вообще самый безумный мир наверное даже по сравнению с глорксом и опять два эскеева в первом сидит цифра советник цифра во втором советник цикотуха и опять три цикла суббота весна и декабре в субботу вангеры заняты своими делами циксы ждут начала ритуальных гонок в цыпи это эскейв сочиняют попонки а в бизоне это второй эскейв варят токсик весной же происходит священная гонка банча циклоп суть этой гонки в том чтобы привести маленького цика из цыпы в бизону и если на фастрале участвуя в гонке или подов у нас есть возможность прийти вторым третьим и даже четвертым потому что эликов везут все то маленький цик всего один на весь банч это значит что во время ритуальной гонки все будут охотиться за обладателем фигурки цика ну а победитель гонки получает полное покровительство циксов в общем-то главных миров в ангере 3 но есть еще побочные я не хочу о них рассказывать вы их можете найти можете не найти но и смысл игры в том чтобы вообще выяснить что тут происходит хотя это опять же не многим удается если говорить очень-очень упрощенно то вангеры это гонка с разными вариантами действий в ангерах вы постоянно ищите как попасть на следующий мир ну а если в реальном мире вы ищите как попасть в какое-нибудь место в вашем городе то рекомендую пользоваться два гис справочник и каталог организации тем более что это видео выходит именно при поддержке 2gis заходите на сайт 2gis.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу 2gis если быть точным как вы понимаете по описанию вы можете не играть в ангеров она вам может не нравиться но то что вы навсегда запомните о том что такая игра есть это точно потому что ничего до сих пор даже близко похожего на подобный гейм дизайн не появилась вангеры уникальны и стоят абсолютно особняком от всех других игр визуально они выглядят тоже очень интересно но тут дело в технологии которая применена для создания графики тут у нас не пиксели а воксели воксельная технология графики желающие могут сами найти в интернете чем воксель отличаются от пикселов но визуально это видно такая вот необычная как бы такая песочная что ли графика есть еще одна знаменитая игра в воксельном исполнении тоже выпущенная примерно вот во времена вангеров по-моему в девяносто девятом году outcast называется такая приключенческая компьютерная игра возможно тоже когда-нибудь о ней расскажу другая фишка это литературный стиль игры вообще обычно когда сами разработчики берутся за написание сценариев литературной какой-то основой топ получается какая-то жуткая графоманщина это во многих играх такое но вангерам повезло и видимо помогла сама вот эта концепция такого мира необычного и текстовая основа игры она и оригинально и необычно но и к тому же разнообразно высказывания советников в игровом сообществе разошлись на цитаты и выполнены они в таком виде то ли белого стиха то ли эпоса или древнегреческой поэмы хотя опять же разные советники разговаривают по-разному вот например что цикатуха один из советников на некрасе рассказывает о советнике липком слушай историю как липкий стал советником как-то другие липоды захотели вздуть его за обзывательство да он от страха забился в пещеру советника и сожрал все запасы флегмы вылезти уже не смог с тех пор его довольная морда примелькалась всем вангерам тут необычные названия мехасов необычные названия оружия вообще всего окружения которые вы видите в игре для всего этого придуманы какие-то необычные названия но при этом что удивительно ты сразу разбираешься в их предназначении то есть здесь не вычурность ради вычурности а для того чтобы создать эту атмосферу но при этом и не запутать игрока ну вот например название мехасов то бишь машин на которых вы можете передвигаться кислый монг дряхлый душегуб пернатый санитар мамочка мамочка по-моему самый самая крутая машина если мне не изменяет память безумный коновал клепанный гроб ну и так далее или вот название товаров которые можете перевозить липуринга пипка цивик не цивик а цифик а вот название оружия бибонозная блокада горб генератор махатин крастест мартира и так далее и так далее в общем дифферамбы можно вангером долго расточать я перейду к минусам самый главный минус тут конечно управление во первых кнопки по умолчанию очень странные и вы их обязательно под себя переназначить и но даже если это не брать во внимание то само управление вот в игре очень такое вязкое что ли мне всегда было неудобно управлять моим мехасом и всегда это очень сильно раздражало и частенько именно управление заставляло бросать играть ну и конечно на сегодня вангеры выглядят устаревшими несмотря на то что я вот вам показываю переиздание 2014 года вангеры вышли в стиме и адаптированы под современные платформы то есть вы их можете купить стоят они для россии всего 170 рублей так вот несмотря на переиздание графика никак не изменялась и они у вас будут идти в разрешение 800 на 600 все равно это конечно грустно хотелось бы такого переиздания чтобы и хотя бы разрешение было увеличено зато тут полностью интерактивный мир то есть вы можете любую кучку разрушить вы можете даже покопаться в эскейвах советников с помощью мышки есть даже такие задания вы можете всякие секретные вещи советников у них украсть отвести другому советнику на другую планету или вернуть этому советнику за вознаграждение попасть всякие недоступные места зарыться куда-нибудь то есть тут реально все все полностью разрушаемо и изменяемо игра с полностью открытым миром игрок полностью предоставлен сам себе никто не собирается вести вас за ручку по сюжету вообще объяснять что происходит а это значит раздолье для нас с вами для людей которые любят думать связывать вот этот бред который вам зачитывал в единую цельную картину опять же повторюсь что делать вы можете все что захотите но кое-какие ваши поступки придут к серьезным последствиям вы даже можете целый вид разумных существ уничтожить кстати где-то я прочитал уже не помню где такое сравнение что вангеры это космические рейнджеры плюс экс-машины плюс литр лсд в общем если вы вдруг впервые только от меня об этой игре услышали то немедленно пробуйте если вы когда-то слышали о вангерах но все не доходили руки попробовать вот сейчас самое время давайте все равно ничего подобного и современного и вы не найдете а в конце обзора я бы хотел с вами еще поговорить о судьбах создателей вот подобных культовых необычных игр как я уже говорил вангеров создала российская компания кадэ лап а главным там был андрей кранг кузьмин в общем-то придумыватель всего этого мира как сергей орловский в невале как дмитрий гусаров в катауре интерактив ну как сид мэр для фераксис и в общем-то кранг дальше продолжал создавать такие вот необычные игры потом были самогонки это пошаговые пошаговые гонки представьте себе необычные стратегия периметр ну в том же мире униванга что и вангеры а потом в итоге он 2004 уходит из кт-лаб создает новую студию кранг продакшнс и начинает выпускать чисто казуальные игры с такими офигенными названиями как нямстеры музаик монстр маш ну в общем типичные маленькие такие казуальные игрушки а все почему вода потому что необычные интересные игры мало кому нужно это в продолжение моего разговора о том что почему на ютубе так много плохих игровых видео вот вам аналогия и с игропромом намного проще создавать маленькие казуалочки в данном случае на современном этапе развития скорее для смартфонов и планшетов какие-нибудь мелкие игры чем вот такие шедевры как вангер но на этом все вы слышали лёшу халецкого пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк ах это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что до среды до конца удачи и играйте в умные игры